Шалом, мои дорогие друзья! С вами Ровин Каплан и речь сегодня пойдет о недельном разделе Ницавим. Данный раздел, казалось бы, сходен по своему содержанию с предыдущим китово. В сущности, в нем содержатся те же основные темы. И все-таки есть разница в настроении, которая весьма ощутима. Это вызвано тем, что раздел Ницавим более подходит для прочтения накануне праздника Рожа Шана. Жесткая дихотомия, благословление и проклятие в разделе китово создает мрачную атмосферу безысходности. В отличие от того, в разделе Ницавим появляется определенный оптимизм. Он говорит о раскаянии, напоминает, что не все потеряно и что есть дорога к исправлению. В нем проявляются нотки надежды, дорогие друзья, позволяющие не опускать наши руки. Эта надежда меняет весь настрой раздела. Другими словами, в этом разделе присутствует нечто, к чему мы можем подключиться. Это энергия, которая позволит нам, дорогие друзья, получить полный контроль над событиями в своей жизни. Что имеется в виду, дорогие друзья, и как правильно использовать эту энергию нам во благо? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с того, что Тора говорит нам, что негативные, хаотичные события, присутствующие в нашей жизни, происходят только потому, что мы сами создаем негативную энергию, которая влияет на наше сознание и наше здоровье. Этого не избежать, даже если вы уедете жить на необитаемый остров. Единственный выход – стремиться к тому, чтобы чувствовать присутствие Творца. Мы все с вами как одна большая душа, которая разделяется на пять уровней эгоизма. Каждый из них делится еще на пять и еще на пять и так далее. Все это дробление нужно для того, чтобы легче было по частям исправить наш эгоизм. Дело в том, что описание Торы как бы относится и к истории, которая произошла когда-то, и к тому, что должно еще произойти. Ведь любовь к ближнему является целью развития всего человечества. В духовной работе бывают, конечно, падения. Человек чувствует это, но что-то сделать не в его силах. Миновать подобные события тоже невозможно. Но они необходимы, чтобы возможно было осознать, насколько мы нуждаемся в Творце. Всевышний посылает в каждом поколении людей, которые призывают к выполнению этой на самом деле единственной, но очень важной заповеди. Возлюбив ближнего, как самого себя. В эту заповедь включены все остальные. И вот пришло время, и методика выполнения этой заповеди раскрывается всем. Талмуд дает гениальное прочтение этой строки. Моше заповедовал нам Тору как наследие собрания Израиля, отмечая, что есть 613 заповедей, и что числовое значение слова Тора 611. Он говорит, что на самом деле Моше дал нам 611 заповедей. А две другие «Я Господь Бог ваш, и у вас не должно быть других богов, кроме меня», то есть первые две из десяти заповедей, еврейский народ получил не от Моше, а непосредственно от самого Творца. Есть другое различие, которое могли бы сделать мудрецы. Моше дал 611 заповедей, и в самом конце в Айлех он дал нам две мета-заповеди. Заповеди о заповедях, так сказать. Это хакель, повеление собирать людей раз в 7 лет для публичного чтения ключевых частей Торы, и теперь напишите для себя эту песню, Дворим 31.19, интерпретируемая традицией как повеление написать сефер Тор. Эти две заповеди выделяются отдельно от всех остальных. Они были даны после всего пересказа Торы в книге Дворим, благословлений и проклятий, и церемонии обновления, обновления завета. Они встроены в историю, в которой Моше передает руководство своему преемнигу Егошу бен Нуну. Связь настолько в этом видна, что и законы, и повествования связаны с непрерывностью. Законы призваны гарантировать, что Тора никогда не состарится, будет писаться заново в каждом поколении, никогда не будет забыто народом. Обратите ваше внимание, пожалуйста, на взаимодополнимость этих двух заповедей. Хакель – это национальное собрание направлено на народ в целом. Написание сефер Тойры адресовано отдельным людям. У нас есть индивидуальная ответственность, и у нас есть коллективная ответственность за всех нас. В иудаизме, дорогие друзья, государство – это не все, как в авторитарных режимах. И один человек – это не все, как в современных радикально индивидуальных и либеральных демократиях. Общество завета создается тем, что каждый принимает на себя ответственность за всех. Каждый посвящает себя общему благу, дорогие друзья. Следовательно, сефер Тора, наша письменная конституция, как народом, должна быть обновлена в жизни отдельного человека. То есть заповеди 613 и нации заповедь 612. Дорогие друзья, предстоящие два дня Рожа Шана определят все события в следующем году для нас. Мы все крепко держимся за свое эго, утверждающее, что мы хозяева своей жизни. Но те из нас, кто осознал, что на самом деле у нас нет контроля, смогут сделать связь и стать партнером Света Творца. Стать самой сутью Света Творца. Рожа Шана, дорогие друзья, касается всего человечества. Это день сотворения Адама. В течение этих дней, двух дней, мы можем использовать инструменты, так сказать, которые в скрытой форме были переданы человечеству через Тору. Тора объясняет нам, что Творец не оставил нас. В это время года с помощью нашей духовной работы мы можем многое, дорогие друзья, исправить. Подготовиться на физическом уровне, проанализировать свою жизнь, выбраться с поля заблуждения, на котором мы играли почти весь год, и искоренить хаос в нашей жизни, захвативший нашу жизнь. Этот поток Света может помочь нам уравнять шансы в игре. Как поясняет Тора в этой главе, есть одна необычная фраза, которая очень точно определяет Свет Творца. Все тайное принадлежит Господу, Богу нашему, но все раскрытое принадлежит нам. Над буквами в словах «все раскрытое» есть 11 точек, дорогие друзья. Мы знаем, что число 11 означает систему, посредством которой мы можем убрать все плохое, то есть корень всего нашего хаоса. И несмотря на то, что материя правит человечеством, наше сознание способно подняться над физической реальностью и достичь самых высоких уровней в верхних мирах. Дорогие друзья, от всей души поздравляю всех нас с наступающим праздником Рожа Шана. Тем праздником, который учит нас трезво оценивать себя и помогать стоять нерушимо вместе, выполняя волю Всевышнего и Его заповеди. Именно это помогает нам сберечь себя и своих близких. Браха вас лаха, ктива вахатима тава. Будьте здоровы, шалом ваш Равин Капла. Будьте здоровы, шалом ваш Равин Капла.